приветствую всех всем здравствуйте сегодня 17 декабря 22 уходящего года месяц зимы уже практически позади чё там два месяца и где-то с марта уже начинаю мне начинают люди задавать вопросы по печкам ну да весне ближе вот как сделать как заказать расскажи покажи поподробнее если чертежи и так далее вообще я там сейчас бросил на минутку видео как раз по этой печке это мир m12 вот расскажу поподробнее как она родилась приема изготовления а как можно вообще не делать пойти на рынок и купить подходящие вот то есть тема матрешки вот стал быть по этой печке сделана было порядка десяти лет назад нержавейка толстая нержавеечка ну где-то миллиметров к оставался кусок то есть она мне не поддаются чеканки я просто керном набил видите вот там уж печки у меня в основном все идут именные вот вот такая топочка кстати можно делать здесь вот такая топочка с выпендрежем я тогда все экспериментировал творческий поиск юбочка видите какая вот прочная конструкция то есть не сожмешь я помню тогда что клепать клёпан остальными болтами по-моему я клепал в общем очень прочная конструкция получилась она как в ту пору я гнал печки одну-две в смену то есть постоянно такой творческий процесс шел поиск нового новых решений новых приемов изготовления так далее новые материалы новые схемы вот и как-то утром собирался есть у меня такая кружечка три пятерки индийская нержавейка и набор индийских котелков как-то я по случаю было два у нас городе я купил оба тогда до вышло помню не дешево но думаю ладно один раз вот и вот такой котелок это по-моему самый маленький и просто померил и практически впритык сает в эту кружку и тут же прямо родилась эта печка вот как раз у меня оставался кусочек нержавейки вот я прям приехал и под эту кружку это было как база есть кружки больше литровые есть они сейчас продажи с крышками без крышек крышки кстати можно делать с полоски алюминия там или той же нержавейки тоже не вопрос вот как делать чего я сто раз уже рассказывал и показывал и показывал значит вот такая вот тема ну поскольку мы все это придумывали с котелком крышечка котелка суда все причиндалы виде там кофе сахарок чаек вот и что-то там еще и и что интересно эта крышечка встает прям четко в аккурат на нее и вот такой получился примус самоварки вот мало того я всегда говорят что ну в данном случае печки должны быть простыми надежными многоцелевыми то есть универсальными вот это можно чем-то другим там задействовать да там черпать там отчеркать снег тут же ли грязь там или в данном случае с такой жесткостью можно даже и землю вот ничего с ней не будет вот значит вот такая была сделана крестовинка под нее из титана это титан так отстает то есть печка уже прошла походы со мной специально брал вот очень хорошая вот котелок пожалуйста тема ясна также использовать можно из спиртовыми таблетками из газовой горелкой вот то есть вот такая газовая горелочка подарил друг вот она будет сама печка корпус печки выполнять роль ветрозащиты вот тоже самое ставим и вот у нас подключаем баллон и вперед тоже очень удобно вот или спиртовая горелка обычные таблетки спиртовые таблетки белые вот здесь надо только засверлиться пониже где-то миллиметров там 25-30 вот то есть шпильку ставите все то есть где-то будет вот так можно по пламени отрегулировать работает но я почему не пользуюсь спиртовыми одно время я как-то экспериментировал пахнет у них пахнет короче вода начинают спахнуть может быть просто мне такие попали они разных бывают вот значит тема то ясна начата продолжение как сделать все видите настолько просто что всего две детали здесь вот у меня видите продольные вырезы на юбке можно просто сделать сверлов сверловка здесь сверлом 8 вот просто засверлили и обязательно пониже вот здесь после дна это у меня здесь покороче дно то есть меня где-то здесь около 20 миллиметров потому что полоска была у меня не позволяла больше полоска была узкая вот а так от земли до дна где-то порядка 25-30 миллиметров делайте вот будет класс и тяга будет хороший вот и будет лучше гораздо лучше работать вот это просто от меня совет так топку вторую можете не делать вот это вот лишний геморрой так сказать пардон вот делайте вот такую вот топочку продольную вот это для всех видов дров вот наложили поставили крестовину делать не обязательно просто кусок монтажной полоски согнули его все с собой то есть просто ее положили как вам удобнее ну чтоб под рукой говорится найдется вот и все вот и делать под любую посуду также таким образом сделаны основные в общем-то печки серии мир все которые идут под котельники котелковые вот эти вот солдатские тоже самое вот практически это тоже самое вот то есть это выполняет роль чехла для печки у для посуды вот то есть самый простой вариант самый рабочий значит ну кому-то возможно сделать дома у нет возможности и так далее проще сверловка наверное у всех есть это шуруповерт сверло на 8 и сверло ну скажем где-нибудь на 65 с половиной но можем даже 6 вот всего два сверла ну если будете делать еще одно сами вот то вырезается клепается прикрепывается отдельно это сверло 3 3 3 2 3 1 вот можно клепальником но не алюминий вот алюминий плывет это медь лучше всего можно на маленькие болтики собрать тоже будет неплохо вот даже еще лучше будет некая опора даже если ну ушки оставляйте будет некая опора такая есть точечная сварка сейчас я остановлюсь немного поподробнее вот еще лучше вот потому что здесь на на стыке не надо будет тоже клепать вот опять же здесь можно тоже и болтики и ну вот у меня можно можно медью то есть с нержавейки скажем оси вот этой блестящей она намного с неудобнее работать она и легкая и сверлится хорошо и клепается и с нее же можно делать чего угодно вот будет намного легче это все-таки у меня она такая увесистая потому что толстоватая вот чтобы не делать и упростить себе это задание да не обязательно такого типа у вас есть тот же самый котелок солдатский котелок или круглый котелок большой или литровая чашка вот такие есть тоже кстати взамен идет у не веса как универсальная и чашка и кастрюля и кружка и даже как сковородка я в литровой кружке голубцы тушил прекрасно блин просто замечательно вот пожалуйста вот продаются они есть и заказывать можно у нас вот появились и там не знаю пока жаба душит что на рубли 500 стоит вот но я подарил по моему кружку одну литровую надо бы сходить купить пока есть вот она побольше то есть под нее нужно будет и делать печку и тут же под котелок то есть все это прикинуть значит упростить себе задание идете на рынок на строительный рынок где там эти шуруп саморезы там все это спецодежда в общем деревяшки там сантехника электрика должно быть там обязательно часто бывает на рынках это вот от воды воздуховоды резко жести там вот это вот все хозяйство вот там уже у них обычно заготовка вся есть то есть диаметры труб отводы всякие прям из нержавейки за цинковки а делать можно и за цинковки из простой тоже пойдет ничего страшного она отгорит буквально там первые минуты потом все это и нормально не ржавеет не ведет ничего это все нормально вот подобрали или прям пришли с кружкой чтобы он там с диаметрами не лазить на крайняк можно взять рулеточку обмерили диаметр заплюсовали чуть-чуть чтобы был ход до свободный все подходит подходит прям от вода есть вот уже у вас готовый корпус вот посмотрите я там как-то видео снимал на рынке там выбор ну просто там делать ничего не надо и все довольно дешево сто 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 двадцать сто сорок рублей вот прошу прощения так что все это реально но лучше конечно сделать своими руками для себя родимого вот и предварительно можно сделать все это на бумаге вот взяли кружку картонку или там лист какой-то по плотнее вот прикинули сверловка по верху здесь по низу обязательно доступ воздуха вот и после дна где-то взяли миллиметров 8-10 прошли еще поясок сверловкой там разбросали вам как поудобней вот дальше ну а ступайте немного здесь можете не делать топку вот этой топки будет вполне достаточно даже лучше будет тяга вот то есть печка больше сама по себе камера сгорания больше можно сделать повыше необязательно это я делал минимализм у меня примут она ложится на дно видите можете сделать повыше тяга будет намного лучше продуктивность будет лучше вот то есть и пошире можно обязательно так можно наоборот топить вниз а клать что-то сверху то есть площадь площадь топки будет больше это значит что реже делать загрузки и кпд как бы больше да и уже так посерьезнее все таки минимальная такая вот она вот но тем не менее нормально работает вот вот пожалуй вот такие вот советы и вот такой вот рассказ и показ до по газовой горелке не не говорил сюда ха или говорил друг не подарил тогда вот а вы говорил все же показал все вот ну тогда еще остается только пожелать вам всяческих блах вот такое сегодня видео надеюсь многим кто занимается этой темой просто как тема сама для раскрутки вот будет полезной то есть не копировать прям глупо брать копировать хотя уже можно делать и так потому что все уже отработаны велосипед уже изобретен вот а как ну для творчества делать что-то самому по другому вот это все таки намного интересней вот всего две детали ну всем до свидания всяческий бах видео прямо сейчас буквально солью одним файлом до будущих видео друзья всем пока